Hi everyone! С вами Ева Лорман и в этом уроке мы плетем косу водопад. А сейчас немного антистрессика вам. А вы знали, от чего зависит погода? Нет, это не атмосферные фронты. Не рулит этим природа. Что у тебя на башке? Вот от чего зависит погода. Выпрямила волосы к дождю, уложила волосы к ветру, красиво уложила волосы к урагану. И только хоккейный шлем избавит тебя от этих проблем. Ну или хорошо заплетенная тугая коса. Плетение косы водопад. Начало плетения. С правой стороны отделяем прядь, тщательно расчесываем ее расческой с частыми зубьями. Делим ее на три равные части и делаем три переплета. Один, два и три. Следующий шаг. На четвертый переплет добавляем сверху подхват такой же толщины, как сама прядь. Нижнюю прядь делим на две части. Одну часть оставляем в свободном падении, а вторую переплет на середину. Сверху добавляем подхват. Нижнюю прядь делим в свободном падении, другую часть на середину обычным переплетом. Опять сверху подхват. Нижнюю прядь делим на две части. Одну часть оставляем в свободном падении и одну часть помещаем на середину плетения. Те пряди, которые у нас остаются в свободном падении, называются свободные пряди. И у них точно так же должен быть четкий ритм. Они должны быть одинакового размера. В итоге плетение у нас будет корректным и гармоничным. Данное плетение называется водопад, потому что мы видим свисающие пряди, которые олицетворяют падение воды. Чем четче будет ритм этого плетения, тем фактурнее и гармоничнее, корректнее будет выглядеть наша прическа. По сути, мы сверху добавляем толщину в косу, а снизу эту же толщину убираем. И по центру у нас остается коса одной и той же толщины. Доплетаем до середины и фиксируем либо резинкой, либо хорошим надежным зажимом. С левой стороны делаем то же самое. У краевой линии роста волос отделяем прядь и делим ее на три равные части. Делаем три переплета. Раз, два и три переплет. Следующий на четвертый переплет добавляем подхват. Напоминаю, подхват такой же толщины, как сами пряди. А нижнюю прядь делим на две части. Одну оставляем в свободном падении, а вторую помещаем на середину плетения, как стандартный переплет в косе. И так продолжаем до конца нашего плетения. Здесь важно не пропустить ни подхват, ни деление на две части, иначе будет заметно нарушение ритма, что, конечно, совершенно недопустимо. Плетение в таком случае будет выглядеть некорректным. Если где-то даже упустили, либо подхват, либо деление, то лучше вернуться и переплести. В этом чередовании и заключается смысл этого плетения. Это деление и подхват. Дойдя до середины затылка, обращаем внимание на правую готовую прядь. Левую мы можем подогнать под правую в этом плетении. Сейчас я это сделаю, и вы в этом убедитесь. У меня сейчас левая немного выше правой. Что нам делать? Мы можем просто тянем эту косу по свободным прядям, и она благополучно у нас доходит до нужного уровня. Теперь доплели до середины затылка, убедились, что у нас косы на одинаковом уровне, и берем обе косы за рабочие пряди. Их переплетаем между собой, зафиксировав тщательно, и теперь дальше плетем косу из четырех прядей. Она прям тут так и напрашивается. А можете из пяти прядей плести, но это уже на ваше усмотрение. Вот у нас получается такое плетение под названием водопад. Оно очень востребовано, очень эффектно. Вы можете свободные пряди накрутить на плойку, и ваша прическа преобразится. И опять же, это плетение очень популярно будет у подростков, у детей, потому что оно хорошо зафиксировано, имеет четкую картину, красивую, выраженную. А мы тренируемся. Бай-бай, everyone! С вами была Ева Лорман, и до встречи в новых видео! Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу! Колокольчик тут зажми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать. Редактор субтитров А.Семкин